Технополис Москва И проведение исследований в области биофармацептики и микроэлектроники Правительство Москвы инвестировало в их создание более 1 миллиарда рублей И рассчитывает, что этот проект станет стимулом для развития в России высокотехнологических производств До сих пор такой уровень чистых помещений, который готовится как предлагаемая ко въезду резидентам инфраструктура Ее практически в России не существует Более того, мы специализированным образом готовили тот набор решений Таким образом, чтобы она максимально адаптировалась, встраивалась в те проекты, которые приходят резидентами Они, соответственно, за счет города решали задачи экономии И мы экономили за их счет То есть получалась некая такая синергия В этой части это, наверное, достаточно, может быть, наиболее оптимальное решение с точки зрения цены-качества Вот пропорции цены-качества Мы затратили на весь этот проект сумму средств, которая на сегодняшний день оценивается В цифру чуть менее 800 миллионов рублей И у нас будет еще проект, который будет реализован, связанный с формированием чистой прачечной И общий капекс составит чуть более миллиарда рублей Для города важно, что производства, которые будут работать в этих помещениях Имеют не только высокую технологическую степень на уровне лучших мировых образцов Но и научный потенциал, который удается привлекать на территорию Технополиса Для нас очень важно то, что у нас существует и развивается здесь территориальный кластер Важно, что представители компаний, высокотехнологичных компаний из разных отраслей Неожиданно встречаясь друг с другом уже на монтаже оборудования На стадии запуска своих производств находят новые партнерства И создают условия для, может быть, будущего выпуска принципиально новых продуктов Безусловно, для города категорически важно, что все эти производства имеют не только крайне высокую технологическую степень Но и научный потенциал, который мы привлекаем сюда, на территорию Технополиса На уровне лучших мировых образцов И главное, что та синергия, которая получается в результате открытия вот этих вот чистых комнат Действительно приводит к созданию технологических возможностей По мощнейшему спектру предложений в национальную экономику, связанных с импортозрещением Чистые комнаты создаются и используются в медицине, фармакологии, на предприятиях электронной промышленности, а также для научных исследований Электронщикам и биотехнологам нужны особые производственные площадки, защищенные от пыли, частиц металлов и микроорганизмов А также специальные оборудования, например, резервуары с жидким азотом Средства для сбора химических отходов, высокие тепловые и энергетические мощности, современные системы безопасности Общая площадь чистых помещений более 5000 квадратных метров И первые резиденты уже обживают площадки для своих производств Компания Родофарма занимается производством фотосенсибилизаторов Это препарат, который используется для фотодинамической терапии Этот метод достаточно новый в нашей стране, он является органосохраняющим и используется в основном в онкологии Можно с уверенностью сказать, что препараты сам метод являются инновационными Лекарственные средства Родохлорин защищен патентом Российской Федерации и еще более чем на 20 странах мира В чистых омутах Технополиса Москва мы будем производить наше лекарственное средство То есть полный цикл, начиная от субстанции активной до стерильного розлива В 2014 году вступил в силу закон о производстве лекарственных средств Согласно которому все производства фармацевтические должны перейти на новый стандарт GMP Это международный стандарт и на той площадке, где мы сидели раньше, это просто не представлялось возможным То есть не было тех условий, которые необходимы И мы узнали, что в Технополисе Москва сдается чистые помещения Которые как раз подходят для нас и по классу чистоты, и по площади самой Так как моя компания небольшая сейчас, объемы не такие большие, как хотелось бы У нас нет необходимости в каком-то масштабном производстве И можно даже сказать, что производство лабораторное Наша компания занимается разработкой, изготовлением и поставками роботехнической продукции Различного класса, различных назначений У этой продукции импортные аналоги есть Но наша продукция по тактико-техническим характеристикам их превосходит Вот эти комплексы, они применяются уже на предприятиях Росатома Также поставляем мы их в силовые структуры Плюс к всему зарубеж у нас идут Не так давно мы поставляли подобный комплекс для нужд ФСО Вьетнама Стоит он на вооружении гарнизона охраны Мавзолея Хошимина Вот, робот-взрывотехник Выиграли международный тендер Участвовали там немцы, шведы, израильтяне Наш комплекс победил, сейчас успешно функционирует Вот планируем на следующий год еще заказ один взять Планируется, что уже в следующем году на площадке Технополиса Разместятся от 100 до 200 компаний-резидентов Здесь уже запущен логистический центр и Хакспейс Это место, где идеи превращаются в реальные устройства или технические решения Мы являемся управляющей компанией И организуем процесс взаимодействия резидентов Технополиса С вузами, со стартаперской средой И таким образом мы налаживаем этот процесс Генерации новых идей и отработки их в виде прототипа Думая о том, как эту площадку запустить Мы решили ввести такое понятие, как реактор Это проект, который создает форматы работы этой площадки И площадок, подобные Хакспейсу Реактор это, с одной стороны, культурный, с другой стороны, инжиниринговый проект И команды или отдельные инженеры, отдельные промышленные дизайнеры Когда становятся участниками этого проекта Они получают возможность доступа к оборудованию К экспертным заключениям, к менторскому сопровождению И результатом, работая в рамках проекта реактора И всегда является практический результат Это либо устройство, либо технология Технополис Москва превращается в одну из наиболее привлекательных площадок Как для российских инновационных проектов Так и для международных компаний, осуществляющих трансфер технологий Правительство Москвы уверено, что по объемам высокотехнологических производств Технополис Москва в скором времени займет одно из лидирующих мест Не только в стране, но и в Европе Продолжение следует... Продолжение следует...